МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Вначале коротко о главном. Тарифная политика. Коммунальные услуги стали еще больше съедать бюджет павлодарцев. Мармелад это я сама делала. Ну, вот это вот домашний мармелад и стыкли. Тыкли не так, что вот говорю. Вот святану. Ну, вот что. Колбас, мясо. Ничего тут особенного. Изъяты оружие и граната. Криминальную группировку из семи человек задержали оперативники. Два случая гриппа зарегистрировали медики в регионе. Ситуация с корью продолжает обостряться. Корни многолетних деревьев впились в фундамент дома по Турайгырово-14 и продолжают разрушать бетон. Спонсор новостей Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Проблемных подрядчиков, затягивающих строительство, попросил наказывать глава региона. Акима возмутили несколько проектов. Это сельские школы, возвести которые обещали к началу учебного года. В итоге дети и родители до сих пор мучаются. Проблемный проект. Это школа в Сычевке Павлодарского района. Первоначальные сроки сдачи объекта уже вышли. Подрядчик, получивший право на строительство, заверял, закончит все к первому сентября. В итоге новая дата до конца года. Сроки по этим объектам мне не нравятся. Я считаю, что нужно принять меры воздействия на подрядчика, потому что он задержал строительство. Нужно сдать школу до 20 декабря, поэтому необходимо съездить и проверить ход строительства. Другой подрядчик, собравший самый большой пул строительных проектов в регионе, по всем из них затянул сроки. В его антипослужном списке уже значится нашумевший капитальный ремонт в Кинецкой школе в прошлом году и двух учебных заведениях района Акулы. В отведенные по договору сроки подрядчик не уложился. Артем Буланов, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». Банду, которая занималась вымогательством и хулиганством, задержали в Павлодаре. По информации полиции, парни участвовали в криминальных разборках. В поле зрения оперативников попали 7 человек, трое из которых сейчас находятся в изоляторе временного содержания. В полиции рассказали, в преступную группу входили парни в возрасте от 25 до 35 лет. При обыске у подозреваемых изъяли немало арсенал оружия, в списке огнестрельное и травматическое, кастеты, биты и ножи кустарного производства. Нашли даже гранату РГД-5. Назначены экспертизы. В настоящее время установлена причастность фигурантов к пяти фактам вымогательств. Также проверяется причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области. Под стражу взяли самых активных членов преступной группировки. Сообщили в полиции, оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Отмечается, расследование проводят по нескольким статьям Уголовного кодекса. Артем Кливан, телекомпания «Ирбис». Многодетная женщина погибла в ДТП в Павлодарской области. Несчастье произошло рядом с селом Кеменгер. А все подробности этой истории, также другие обсуждаемые темы дня в обзоре соцсетей. Спонсор новостей из соцсетей салон-магазин немецкой обуви ДЕ приглашает на новое поступление «Осень-зима». ДЕ. Качество во всем. В происшествии погибла беременная женщина, мать пятерых детей. Сестра погибшей после инцидента рассказала, что они со своим сожителем стояли на остановке и собирались ехать на станцию Щербакты. В этот момент на большой скорости женщину сбило авто. Тем временем полицейские установили, что 54-летний водитель совершил наезд на женщину, которая направлялась по проезжей части в попутном направлении. В результате пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится досудебное расследование, назначена экспертиза. К вам домой приходил школьный учитель ребенка. Опрос телекомпании Irbis.tv собрал три сотни комментариев. Да, я считаю это правильно. Учителя должны знать, видеть условия, иметь представление о семье. Из многих факторов выстраивается картинка. В мое время учителя приходили к ученикам домой и никаких проблем. За чаем родители узнавали то, чего ребенок не мог сказать родителю. Раньше, может, и ходили. Время другое было. Люди жили одинаково. Жилищные условия были как у всех. А сегодня, если ученик плохо живет, скромно. Это для него приговор и для родителя моментально пренебрежительное отношение. Ура! Дорогие зрители, благодаря теплу ваших сердец корицу и моти удалось приютить. Напомним, благодаря проекту телекомпании Irbis и волонтеров о собачках узнали тысячи неравнодушных людей. И они обрели новый дом. Большое спасибо за поддержку. Дети попали в хорошие руки. СПОНСОР НОВОСТИ Марис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. ДЕ. Качество во всем. Улица Лермонтова, 60. В Павлодарской области начался сезон ОРВИ. Медики говорят о первых двух случаях гриппа. В то же время не отступает и корь. Жители жалуются, что детская инфекционная больница переполнена. О причинах заболеваемости в нашем следующем сюжете. Ситуация не улучшается. С начала года в регионе зарегистрировано 197 случаев кори. Причем из них 117 только за ноябрь. На данный момент в детской инфекционной больнице с таким диагнозом 40 маленьких пациентов. Почти все не вакцинированные. Все средние степени тяжести с улучшением они выписываются. 90% больных они не привитые дети. Только 10% у нас привитые дети. Врачи не устают повторять. Главная профилактика кори – вакцинация. Сейчас в области активно ведется дополнительная иммунизация детей от 6 месяцев до 5 лет. В планах привить 28 тысяч малышей. Медики призывают родителей не игнорировать приглашение в поликлинику ради безопасности ребенка. На сегодняшний день привито 4332 всего человека. Из них детей в возрасте 6 месяцев и 10 месяцев до 10 месяцев привито всего 998. И такая же тенденция малого охвата. У нас и детей от 2 до 4 лет, которые должны получить дополнительную прививку. На сегодняшний день привито порядка 1400 человек всего. Детей в возрасте от 2 до 4 лет. Темпы низкие, их надо увеличивать. На сегодняшний день на наших складах 11 200 доз вакцин. Также в 2024 году дополнительно ожидается 23 000 доз вакцин. И из резерва правительства 18 850 доз. Помимо кори в регионе наблюдается сезонный рост ОРВИ. За последнюю неделю заболели 18 000 человек. И уже есть два подтвержденных случая гриппа. Чтобы не заразиться, медики советуют воздержаться от посещения многолюдных мест. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Прервемся на рекламу и затем продолжим. А вот что во второй части выпуска. Повышение тарифов. Насколько больше стали платить повладарцы за комуслуги? Обзор цен на овощи в бизнес-новостях. 16 дней без насилия. Кто оказался в трудной жизненной ситуации? Спорт с Артемом Булановым и специальный инфоблог. Дождитесь. Надоели сквозняки? Плохо закрываются окна? Беспокоитесь за безопасность ваших детей? Ремонт «Окнопласт» спешит на помощь. Сервисное обслуживание и ремонт пластиковых окон с предоставлением гарантии на качество выполненных работ. Замена уплотнителя, стеклопакетов, установка откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах – 1000 тенге. Ремонт «Окнопласт» предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов – в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка – 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 1902. Ремонт «Окнопласт» – поможем, улучшим, утеплим. Город Павлодар. С 1 по 20 декабря состоится распродажа пятигорских шуб и якутских унтов. Норка, мутон, дубленки. Акция. Принеси старую шубу, получи скидку на новую. Рассрочка под 0%. Время работы с 10 часов утра до 7 часов вечера. Наш адрес – площадь Победы 25. Бывший кинотеатр «Аврора». Ключи удачи, ключи успеха, ключи счастья. Национальная лотерея сайт «Тожелдос» объявляет о фантастической охоте за удачей. Теперь каждый месяц у вас есть двойной шанс изменить свою судьбу. Выиграйте квартиру и машину. Билеты можно приобрести в точках продаж, в отделениях почты и на сайте sz.kz. В среднем от 5 до 7 тысяч тенге больше стали платить повладарцы за коммунальные услуги. Повышение тарифов, напомню, началось с сентября и коснулось оно самого необходимого. Люди констатируют, некоторым приходится отдавать четверть зарплаты, а все остальное на еду. Артем Клеван продолжит тему. Вот мы его открываем, и вот соленая капуста, томатный сок, вон кобра. Ну вот как ее зовут это? Ну вот, это вот у нас тыква, мармелад, это я сама делала. Ну вот это вот домашний мармелад из тыквы, тыквенный. Так что вот говорю, вот сметана, ну вот что, колбас, мясо, ничего тут особенного. В холодильнике Тамары Викторовны деликатесы редкость. Говорит, в большинстве готовят сами, спасают засолки. Живет пенсионерка с мужем и дочерью инвалидом. В итоге три пенсии составляют семейный бюджет в 200 тысяч тенге. 50 на 50 делим. 50 уходит в аптеку, 50 уходит в магазин. Вот так мы и проживаем. Комуслуги, ну вот если 18500 получается там, вот, 2000 и 5, ну где-то вот на 7, на 7,5, где-то вот так получается в общей сложности. Подорожало? Да, да-да, подорожало. Повышение стоимости комуслуг женщина заметила сразу. В ее случае признается 7000 деньги. Впрочем, схожая ситуация у многих повладарцев. С 1 сентября подняли тариф на электричество для обычных потребителей на 25%, для тех, кто тратит свет не для бытовых нужд на 20%, для юрлиц на 21%, а вот для организаций, производящих социально значимые товары на 20%, тепло подорожало меньше. Тарифы на тепловую энергию выросли с 1 сентября 2023 года по сравнению с тарифами, действующими с 1 января. А именно, по населению, имеющим общедомовые приборы учета тепловой энергии и без них на 16%, по прочим потребителям на 3,9%, по бюджетным организациям снижены на 13%. Причин повышения тарифов на свет и тепло отмечают в Палдорэнерго целый список. Между тем, новую стоимость воды монополист ранее опубликовал в своем официальном аккаунте. Цена за кубометр питьевой для квартир, где есть счетчики 58 тенге, без них 87. Бюджетные организации теперь платят по 677 тенге, остальные потребители – 278. При этом указывается, эта стоимость до 31 декабря 2023 года, стало быть, в новом году грядет еще увеличение. Артем Клеван, Асанли Ахмеджан, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Рубрику сегодня ведет Азамат Айтхалин. Азамат, приветствую тебя. Ты много денег тратишь на овощи. Привет, Владимир. Зимой приходится раскошеливаться. Здравствуйте. По данным Energy Prom KZ, за год расходы казахстанцев на покупку овощей выросли на 3%. До 34 300 тенге в квартал на семью. В лидерах оказалась Туркистанская область, где за 3 месяца в среднем тратят 53 800 тенге. В Павлодаре расходы составили 27 600 тенге. Падение цен в магазине строительных материалов 12 месяцев. Все для ремонта с мега-скидками. Таких цен еще не было. Только три дня с 1 по 3 декабря. Весь товар можно оформить в рассрочку 0012 без переплаты и первоначального взноса. Скидки при этом сохраняются. Акционный товар отмечен желтым ценником. Товар представлен в инстаграм-аккаунте 12мвпвл. Магазин работает с 9 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. По адресу улица Жаяумусы 6, телефон 60 0067. Воплощайте мечты вместе с магазином 12 месяцев. Она хорошо известна и по владарцам ярмарки белорусской. Обуви новшества. В продаже появились детско-подростковые модели. Производитель гарантирует качество товара. Каждая пара изготовлена только из натурального материала, кожи и меха. Ассортимент вас приятно удивит. Цены тоже от 14,5 тысячи тенге и выше. Размеры с 21 по 37. Доброжелательные менеджеры подберут обувь даже на проблемные ноги. Ярмарка работает по адресу Академика Бектурова, 71, бывший Евразийский банк. С 28 ноября по 3 декабря. Где самая стильная, удобная и качественная обувь? Конечно, в салонах Ральф Рингер. В наличии зимняя коллекция для мужчин и женщин. Европейские производители уделяют большое внимание подошве. Поэтому любители пеших прогулок по достоинству оценят эти модели. Комфортно гамма обеспечивает удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Салоны Ральф Рингер расположены в торговом доме Тулпар Бутик 221, Артур 2 Бутик 356 и в старом Цуми Бутик 22. Также есть салон в Аксу в торговом доме Агидель Бутик 22. В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 462 тенге, евро 507 тенге, рубль 5 тенге 20 тенге. У меня на этом все. Владимир. Благодарю. Мы продолжаем выпуск. Очередной масштабный проект реализовали на Аксусском заводе ферросплавов АО ТНК Касхром. Специалисты ТО ИРДЖИ Сервис построили выставочный железнодорожный путь, по которому грузовые вагоны теперь могут напрямую прибывать на станцию Аксу-1. Это значительно разгрузит ЖД инфраструктуру предприятия. Первый локомотив проводил и наш корреспондент. Это первый локомотив, который полным составом прошел по новому выставочному железнодорожному пути. Событие знаменательное как для Аксусского завода ферросплавов ТНК Касхром, так и для ТО ИРДЖИ Сервис. Проделана большая работа, уникальная в своем роде. На предприятии отмечают, готовы к новым вызовам, еще более сложным. Этот проект очень важен для Евразийской группы в целом, для Касхрома, для Аксусского завода ферросплавов и для нашего сервисного предприятия ИРЖИ Сервис. Потому что это, во-первых, и для нас это новый объект, новое направление развития. Мы впервые построили железнодорожный путь, потому что раньше мы такими проектами не занимались. Мы к нему готовились. И я считаю, что мы достаточно успешно прошли этот путь. Построили выставочный путь 1147 метров. Благодаря новому выставочному железнодорожному пути сократится время формирования составов, перестанут образовываться заторы, всегда будет свободен один маршрут. К слову, по ЖД путям Аксусского завода ферросплавов в год провозят порядка 3 миллионов тонн груза. Это около 300 вагонов в сутки. Данный выставочный путь помогает нам в работе по улучшению разгрузки вагонового парка, разгрузки железнодорожного пути инфраструктуры Аксусского завода. Так как, получается, все груженные вагоны хроморуды приезжают на вагоновый прокид, оттуда они, получается, разгружаются. И раньше, после разгрузки, приходилось обратно через вагоновый прокид осажиться обратно. Это составлял затор железнодорожного подвижного состава. Общая протяженность железнодорожных путей Аксусского завода ферросплавов – 72,5 километров. На предприятии планируют реализовать еще не один проект по улучшению ЖД-инфраструктуры. У нас много проектов, около пяти проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры на Аксусском заводе ферросплавов. И у нас планируется и ожидается строительство вагоноразмораживателя, локомотивного депо, двухповышенных эстакад. И постройка парка на ферросаводской, прямоотправочной, около семи путей. Это у нас все в ожидании проекта. А пока на Аксусском заводе ферросплавов готовы бить новые производственные рекорды. Для этого созданы все условия. Азамат Эйдхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Под корень. Павлодарцы просят коммунальщиков вырубить деревья возле многоэтажки по улице Турайгырова. Зеленые насаждения серьезно вредят фундаменту дома, а в непогоду ситуация только усугубляется. Тему продолжит Осель Аскербекова. Жители 14-го дома по улице Турайгырова говорят, под землей тополя уж слишком разрослись. Некоторые корни насквозь пробивают канализационные трубы. Между тем насаждения добрались и до подвала. Ну, ЖКХ, ссылаясь на экологов, говорят, что они не могут спилить эти деревья, так как экологи им не разрешают убирать зеленые насаждения. Вот, по нашему письму была проведена обрезка деревьев до уровня шестого этажа, а остальная высота осталась. Вся проблема, как рассказывают люди, в том, что тополя высаживались нарушениями, слишком близко к фундаменту. Срубить деревья самим нельзя, грозит штраф. Поэтому жильцы многоэтажки вынуждены справляться с последствиями. Мы постоянно проводим ремонт вокруг дома и стараемся смазать, поддержать фундамент. Вот сейчас вы посмотрите, вот там, где тополь особенно стоит, там ребята в этом году только делали очень большую работу. Засыпали и гравием, и штукатурили, и мазали, еще только там не делали. Деревья представляют опасность и в непогоду, говорят люди. Якобы от них пострадало множество окон и автомобилей у дома. На месте тополей жильцы многоэтажки предпочли бы видеть цветники. К слову, для разъяснения мы направили запрос в Акимат города. Ответ нам уже готовят. Аселя Скирбекова, Асанели Ахмеджан, телекомпания Ирбис. Стол посвящения на остановке Толстого может рухнуть в любой момент, сообщили зрители. По словам людей, после урагана он держится на одной арматуре, и до сих пор никто не принял меры. Видео прислали в нашу рубрику «Мобильное приложение». Там все подробности. Давайте посмотрим подборку. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» ТВ-Плюс Казахтелеком. Подключайте ТВ-Плюс и наслаждайтесь любимым контентом. Вот остановка Толстого 24А. Столб электроосвещения держится на одной арматуре после вот этого ураганного ветра. До сих пор ничего не сделано. Здесь стадион, дети ходят постоянно, рядом магазин. Этот столб может в любое время упасть или на детей, или на крышу вот этого магазина. Просим принять меры. Уважаемые, когда уже на Целковского Катаева поставят светофор? Насколько уже можно это говорить? Тут поток на Целковского, 40 микрорайон, большой поток машин. Это не как раньше, когда бараки стояли. Уже пора вот авария за аварией. Елки посажены осенью напротив плавательного бассейна Иртыш. Здесь штук 5 или 6 таких деревьев, прям с корнями выдернутые. Вот одна. Вот вторая. Вот третья. Срочно наведите порядок, восстановите эти деревья, а то они погибнут. Потому что я насчитал штук 20, наверное, напротив плавательного бассейна Иртыш. Доброе утро, телекомпания Иртыш. Мне просто как жителю города интересно. В начале весны, по-моему, я не ошибаюсь, объявили, что купили контейнеры, 407 штук, с крышками. Демонтировали боковые защитные щиты. А уже ноябрь месяц, а до сих пор нету контейнеров. Где же они, интересно? Может, подскажете? Спонсор рубрики «Мобильное приложение» ТВ-плюс Казахтелеком. Подключайте ТВ-плюс и наслаждайтесь любимым контентом. Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ-плюс от Казахтелеком. Время коммунальной сводки ее ведущей Алина Тимиргалиева. Алина, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, кто должен счищать сосульки и снег с крыши домов? Привет, Владимир. Сейчас все объясню. Здравствуйте. А ответственность по очистке сосулек и снега с многоэтажек лежит на собственниках квартир, а также на руководителях управляющих компаний. В соответствии с законом о жилищных отношениях КСК, ОСИ или кондоминиумы должны обеспечивать безопасные условия для проживания жильцов. Поэтому, если вы заметили сосульки на крыше, то обращаться нужно в свою обслуживающую организацию. А теперь о плановых отключениях на 30 ноября. В компании «Монополис» сообщили, что света с 9 утра до 6 вечера не будет по улице Майоры в зданиях под номерами 19, 21, 21-2, 27, 31 и 33. Причина – ремонт транспортной подстанции. Напоминаю, по номерам, указанным на экране, вы можете пригласить нашу коммунальную сводку к себе и заявить о проблеме в эфире новостей телекомпании «Ирбис». Это может быть отсутствие воды, электричества или непонимание со стороны обслуживающих организаций. На этом у меня все. Владимир. Благодарю. Социальные паспорта класса составляют в Чернорецкой сельской школе для полной картины жизни детей. Педагоги отмечают, на контроле держат всех, даже благополучные семьи. Между тем, здесь же работает совет матерей, которые готовы оказывать помощь словом и делам всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К акции «16 дней без насилия» в Павлодарском районе всегда ответственные за круглый стол собирают всех заинтересованных, обсуждают семейные БТВ вопросы населения. Неблагополучные семьи мы держим на учете совместно с участковым, психологом, заучим по внеклассной работе. Мы проводим рейды по домам. Они у нас всегда на учете. Мы держим на контроле. Если что, там такое, какой-нибудь ЧП, мы их вызываем к себе на совет матерей. Помогают малообеспеченным семьям не только словом, но и делом. Местные меценаты предоставляют констовары, продуктовые наборы, ищут и работу родителя. Между тем, в Чернолицкой школе свои методы анализа стараются не упустить никого. Сейчас много очень учстилось таких случаев, что дети подвергаются насилию. Поэтому у нас психолог, социальный педагог, я лично сама, все классные руководители. Мы в начале года составляем социальный паспорт класса, где отражать, чтобы было видно наглядно, как проживает каждый ребенок. К слову, работу с населением проводят местные полицейские. Для них задача достичь показателей не только в 16 дней без насилия, а круглый год. Артем Клеван, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Не обязательно тратить баснословные суммы для того, чтобы носить качественную обувь. В этом уже не в первый раз убеждаются повладарцы, покупая продукцию на белорусской ярмарке. Зарубежные гости уже в нашем городе. Элегантные и недорогие пары в продаже с 28 ноября по 3 декабря включительно. В ассортименте также куртки и детская обувь. На протяжении нескольких лет зарубежные гости радуют повладарцев регулярными сезонными поставками. Большое поступление осенней и зимней обуви. Выбор поразит даже самых требовательных покупателей. В наличии также владимирские куртки, пуховики и дубленки. У них нейлоновое покрытие, которое поможет не промокнуть в дождливую погоду. Наполнитель биопух, лебяжий пух и верблюжья шерсть. Размерный ряд с 44 по 70. Цены на куртки от 15 до 30 тысяч тенге. В городе у вас мы не первый раз. Люди к нам идут из-за качества и доступных цен. Вся обувь из натуральной кожи, с противоскользящей подошвой и водоотталкивающей основы. Внутри мех овчин. Обувь есть любых размеров. Женская с 36 по 43, мужская с 40 по 49. Цена на летние пары от 7,5 тысяч тенге. Также впервые в наличии на ярмарке детская обувь. А подобрать верхнюю одежду можно на любой сезон. Несмотря на то, что ярмарка приезжает к нам часто, горожане буквально сметают белорусскую продукцию. Потому что подобрать себе подходящую модель здесь может каждый. Обувь идет в основном на проблемные ноги. У кого выступающая косточка, широкое голенище и высокий подъем. Очень большой выбор и летней обуви, и зимней обуви. Обувь очень хорошая, мягкая, легкая, хорошо носится. Также разная цветовая палитра и много разных фасонов. Ярмарка белорусской обуви будет работать с 28 ноября по 3 декабря. Желающим следует поспешить. Ярмарка расположена в здании по улице Академика Бектурова, 71, бывший Евразийский банк. Доброжелательный персонал ждет жителей города с 10 утра до 7 вечера, без перерывов и выходных. Азамат Айтхалин, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Ну а теперь все о спорте. Ко мне в студии присоединяется ведущий Артем Буланов. Я тебя приветствую. Привет, Владимир. И ты точно знаешь, почему павлодарским любителям хоккея стоит улыбнуться. Ну так почему? Да все потому, что любимец трибун вернулся в команду. Это нападающий Неас Абдрашитов. Он играл в Актобе. А в прошлом сезоне как раз-таки выступал за павлодарцев. И в 42 матчах набрал 42 балла. Шайбу, шайбу. А еще больше на всей спорте через мгновение. И даже не вздумайте переключать. Сограждане, соотечественники, пожалуйста. Смотрите головой облет. 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 Единственный проект, который расскажет вам все, что происходит в Артем Буланове. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место, наполненное необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячей и свежей. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8708 504 0169. Пироговая лавка. Пекут с огромной любовью. В автобусном парке города Аксу обновили общественный транспорт. И теперь перемещаться по городу стало еще удобнее. Все автобусы современные и комфортные. А главное, оснащены устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, автопарк пополнен вместительными автобусами-гармошками, которые позволяют перевозить большое количество пассажиров. Сейчас по городу курсируют 23 автобуса большого класса и 3 маршрутки. В связи с этим автобусный парк приглашает на работу водителей с категории D, кондукторов, контролеров, слесарей по ремонту автобусов и механиков с опытом работы. Вам предлагают стабильную работу, своевременную оплату, полный соцпакет. Станьте частью команды автобусного парка города Аксу и внесите свой вклад в безопасность и комфорт общественного транспорта города. Обращаться по номеру 8 747 414 3809. Семь повладарцев в составе юношеской и молодежной сборных страны проводят учебно-тренировочный этап в Узбекистане. Спортсмены готовятся к чемпионату Азии. Континентальное оперенство по академической гребле в возрастной группе U19-U23 пройдет в Таиланде. Казахстанцы представят 15 экипажей. Наш женский состав примет участие в гонках среди двоек и четверок, а парни выступят в одиночном разряде и четверке парной. Тем временем лучшая связующая прошлого сезона переходит в повладарский клуб. Для Анны Тарасовой это возвращение в Иртыш. В составе Иртыша болельщики увидят Анну Лач-Тарасову уже в следующем туре национальной женской лиги. Матчи второго тоже пройдут в Петропавловске с 20 по 20 декабря. К тому моменту все формальности перехода волейболистки из ЖТСУ в состав по владарок должны быть урегулированы. Кстати, заключительный поединок первого этапа команды провели между собой. Наши потерпели поражение, уступили в сухую, но уже во втором раунде есть большая вероятность взять реванш. Во-первых, подопечные Вячеслава Ходуса довольно неплохо провели старт чемпионата. Большим плюсом будет усиление опытным игрокам. Что касается клуба из Талдыкургана, начало сезона не задалось. В команде много проблем, что сразу же отразилось на результатах. Дружина из Семеричи непривычно для себя занимает лишь пятую строчку в таблице. Всего на бал опережая Иртыш лидирует Берелий из Усть-Кемногорска, набравший в шести встречах 15 очков. Следом Куаныш Алматинки замыкают пока тройку сильнейших. По итогам первого тура лучшим игроком в составе Иртыша была признана Анастасия Винокурова. В Павлодаре стартовал чемпионат Казахстана среди 11-летних гонболистов. Это первый национальный рейтинговый турнир в стране. Почти неделю мальчишки из семи команд будут бороться за первый титул чемпионы республики. Павлодарский регион вместе с хозяевами представляют еще гонболисты из села Чернорецкое. Из приезжих участвуют западно-казахстанская область сборная Уральска, карагандинцы и кустанайцы. Первенство среди самых младших. Есть для этой возрастной группы некоторые нюансы. Что же касается регламента, то тут все как у профессиональных спортсменов. Формат классического гонбола, да, играем 6 полей 1 вратарь, но у нас мячик маленький, ну чтобы в руку игрок мог взять. И по минутам у нас не 30 минут, а 20 минут игры. А мячик какой он? И по весу меньше? И он и по весу, и по диаметру меньше. Это нулевка идет, либо единичка. Ну, чтобы вот они научились бросать, чтобы владели мячом. Еще одна и, пожалуй, самая важная для всех гонболистов цель – играть с командой. Умения, которые ребята могут освоить вот в таких официальных чемпионатах. У 11-летних участников получается более-менее, а младшие еще бегут вперед и самостоятельно пытаются решить глобальные задачи. В первенстве с перспективой на будущее полударские тренеры заявили третью сборную. В составе собраны спортсмены на три года младше своих соперников. Мы не должны выигрывать, мы должны хотя бы сделать правильные правила, а потом только выигрывать. А так, первая игра была достойная, я рад. Я играю полевым защитником, люблю больше играть в линии, ну и вот, я на позиции вратарь и на поле. Отлично стартовый день провели гости из Уральской Караганды. В числе соискателей на медали, конечно, и повладарцы. Пока же соперники лишь присматриваются друг к другу. А бойцы классического вида единоборств дзюдзюцу вернулись из Шимкента. Там завершился чемпионат Казахстана. Наши земляки завоевали золотые медали и вновь достойно представили весь регион. Всего несколько недель прошло с последнего громкого успеха повладарских мастеров дзюдзюцу. Они стали чемпионами мира и вот теперь новый шокирующий успех. Это и отличает учеников наставника Даулета Альжанова. Они всегда нацелены только на победу. Вернуться домой без завоеванных наград для них непозволительная роскошь. Именно поэтому никогда не стоит сомневаться в их силе. Хотелось бы отметить нашего молодого перспективного бойца Ерлана Алихана, который в своей весовой категории до 50 килограммов стал чемпионом в разделе «Клосс-контакт» «Ближний бой». И тем самым он подтвердил то, что он является лидером. На самом деле в его весовой категории достаточно сильных молодых спортсменов, которые также претендовали на золотые медали. Но вот Ерлану удалось их всех преодолеть и стать чемпионом Казахстана. Чемпионат Казахстана принимал город Шимкент. Бескомпромиссные поединки показали 360 файтеров из разных уголков страны. Даниил Ерланулы стал серебряным призером и тоже вошел в состав национальной сборной Казахстана. Это был мой первый чемпионат Казахстана, в ходе которого я допустил большое количество ошибок. Но при этом я взял второе место. Со своей командой мы будем работать над всеми недочетами, которые я допустил в ходе этих соревнований. Стоит отметить и титаническую работу наставника, его тактические наставления бойцам. В каждом поединке чувствовалось, что ребята не паникуют, а знают и понимают каждое свое действие. Порядка ста юных полуанов показали свое мастерство. В селе Теренколь финишировало открытое оперенство Дю США по вольной борьбе. Участвовали юноши и девушки в 12 весовых категориях. Солидную конкуренцию местным атлетам составили команды из Павлодара, Аксу и Экибастуза. Среди чемпионов особенно наставники выделяют тяжеловесы Евгения Гайбеля, а также золотых медалистов Асанали Дюсимба и Бауржана Абдимани. Тем временем чемпионат региона по муай-тай среди юношей и молодежи завершился в Павлодаре. Любители единоборств по достоинству оценили технику бойцов. Уходящий год у бойцов муай-тай был насыщенный, но сезон еще в разгаре, ведь начинается он с сентября. Домашние старты – это время проверки состава на выездные чемпионаты. Дамир Фатхуддинов и целая команда профессиональных наставников ведет подбор перспективной молодежи. Данный турнир будет отбором на республиканский турнир, и в котором в республиканском турнире уже будут отбираться спортсмены на чемпионат Казахстана. На данном турнире у нас участвует более 100 спортсменов. Характера ребятам действительно не занимать, да и как по-другому выиграть золотую медаль. Лишь эта награда дает право выступить на первенстве страны. В декабре проведут несколько республиканских чемпионатов. Новости спорта позади, но мы еще не прощаемся. Прямо сейчас специальный информационный блок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас сработали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Хорошего настроения. Смотрите «Эрбис» всегда и везде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА